Свыше 20 мероприятий за 3 дня. Такую насыщенную программу обещают организаторы форума День Сибирского поля 2024, который проходит в Павловском районе. Заметно невооруженным глазом, обилие сельскохозяйственной техники, 150 экспонатов, с которых 20 новинки из Алтайского края. Порадовали и гости, например, специальным культиватором. Это комплекс для внесения безводного аммиака. Такие технологии были только в Канаде, в Америке, в Европе. Он позволяет вносить безводный аммиак в почву. Это способствует увеличению урожайности до 50% по отношению к остальным удобрениям. Однако развивается не только флора, но и фауна, особенно в плане селекции. Эксперты рассказали, сейчас повышенное внимание уделяют подбору семени быка и материнскому стаду. Вследствие чего, к примеру, сементальская корова теперь вырабатывает не 4000 кг молока в год, а все 7. Сейчас по сементальской породе можно выделить то, что изначально она зарождалась как комбинированная порода мясомолочного направления. То сейчас появились отродия этой породы непосредственно больше на мясомолочную продуктивность и больше на мясную продуктивность. Разумеется, и готовой продукции, произведенной на Алтае, на сельскохозяйственном форме предостаточно. Масла, мед, раки, мясная продукция. А сыр даже учили делать прямо на площадке. Новинки демонстрировали и в этой сфере. Здесь на площадке новые продукты. Это масло, кхи, топленое масло. Не просто в баночке, но в стике, который можно добавить в напиток, в кофе. И это очень удобно. Наши зернопереработчики представляют многокомпонентные каши, супы на растительной основе, на основе зерновых. С добавками различными. С овощами, с грибами, мясные добавки. Кроме того, на Дне Сибирского поля пройдет свыше десятка конференций и круглых столов, посвященных проблемам аграриев. Обсуждать будут новые эти технологии, импортозамещение техники, топливо и множество секретов по улучшению количества и качества урожая. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.